Всем привет, я Влад, это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре PCP винтовка, это Hudson Flash 101 Set в калибре 6.35 мм. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы, конечно же, помогать нашим роликам в продвижении. Итак, ну, наверное, вы могли подумать, что я тут приготовился к какому-то походу, но нет, это все комплект данной винтовки, которому сейчас просто придется уделить время, потому что, ну, посмотрите, сколько здесь всего. Есть еще одна вещь, которая, увы, на стол не влезла, но о ней обязательно расскажу. Давайте начнем с того, что здесь в комплекте есть оптика. Оптика это, соответственно, 4 на 32, то есть кратность 4 и 32, это диаметр линзы объектива. Из настроек здесь есть только два барабана для того, чтобы отстраивать прицельную сетку по X и по Y. Есть чехол, фирменный чехол Hudson, который прям идеально подойдет под данную винтовку. Его уберем, чтобы не занимал место. Хотя, ладно, нет, оставим, оставим, пусть лежит, уберем позже. Также есть вот такая тактическая рукоять вместе со складными сошками. Все прикручивается без проблем. И здесь еще есть планка-вивер, куда можно установить фонарик или же, допустим, лазер. Есть валанчиковые пули в калибре 6,35 мм, весом 2,07 грамма. Идем дальше. Это еще не все. Оптику я поставил сюда другую просто для того, чтобы удобнее было показывать комплектную. Так, в коробке здесь есть различные уплотнители, шестигранники, ключи и все остальное. И, конечно же, два магазина барабанного типа. Итак, та вещь, которая не влезла на стол. Если угадали, что это, напишите в комментариях. Интересно будет действительно почитать. Угадайте, не угадайте. Насос. Фирменный насос от компании Хатсан. Вот тот самый крутой, действительно крутой насос. Ручной, повторюсь еще раз. За сколько же примерно качков можно до 200 бар поднять давление в вашем ресивере, в резервуаре? Ну, за 50-70. Да, понятно, что это, ну, как можно сказать, какие-то там усилия. Но, опять же, зато без использования электричества и всего прочего. Вставили сюда и все, и накачиваете. Собственно, да, вот такой вот насос с подставкой. С манометром, естественно, как без него. Вот такой вот комплект. Первый раз в жизни встречаю такой действительно огромный комплект, потому что, ну, проще... Да я даже не знаю, что сказать про то, что чего здесь нет. Здесь такое чувство, есть все вообще, что только нужно и можно придумать. Начиная от оптики, заканчивая пульками, там, и насосом, и все, все, все. В общем-то, обалденный комплект, конечно, за это большой респект. Ну что ж, теперь давайте уже перейдем к самой винтовке. А то она тут засиделась. Погнали! Интернет-магазин, попади в десятку. Это модель турецкого производства от компании Hatsan, которая относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на нижней стороне изделия установлен манометр. Чем же винтовка стреляет, я думаю, вы поняли уже при перечислении того, что идет в комплекте. Маланчиковыми пулями, конечно же, в калибре 6,35 мм. Для произведения выстрела винтовку нужно взвести, при этом воспользовавшись затвором, который находится на правой стороне корпуса. Итак, оп! Максимально все плавно, легко, без каких-либо проблем. Все правильно, после этого винтовка может стрелять. Взводить ее нужно будет перед каждым выстрелом, потому как стреляет она только в одиночном режиме. Предохранитель находится на правой стороне корпуса. На конце нарезного ствола находится модератор. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка комбинированная, куда можно установить оптику. Как под вивер 22 мм, ровно так же и под ласточкин хвост 11 мм. И я не могу сказать, что оптика в комплекте не идет, потому что идет, идет. Оптика в комплекте идет, соответственно, ее можно, конечно же, поставить сюда. Все нужные инструменты, все, что нужно для всего вот этого, все есть в комплекте. Все есть в комплекте. Тыльник у винтовки резиновый. Длина изделия 915 мм, из которых 450 мм, это длина ствола. Объем ресивера 165 кубических сантиметров. Вес винтовки 2 килограмма и 800 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пули из ствола достигает 265 метров в секунду. Но на территорию России винтовки, конечно же, поставляются в ослабленном виде, с разрешенной мощностью до 3 джоулей. То есть да, для того, чтобы приобрести ее и все вот это вместе с ней, не нужны специальные документы. Просто приходите и покупайте, или делайте это и вовсе онлайн, если так вам более удобно. Но вам должно быть 18. Ну и раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я подскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку подходит к концу, и винтовка замечательная не менее, чем ее комплект. Действительно, комплект просто поражает. Если говорить о том, из чего сделано ложе, это ударопрочный полимер, ровно как и спусковой крючок, тоже сделан из ударопрочного полимера. Такая вот богатая комплектация. Просто вау. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как же она вам, или задавайте вопросы. Я с вами прощаюсь. Всем спасибо, пока и до новых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok